Уважаемые депутаты, возвращаясь к отчёту правительства, сопоставляя его с требованиями на первомайских демонстрациях, реальной жизнью лишний раз убеждаешься, что борьба с телевизором не только продолжается, но и ужесточается. Из многочисленных встреч с людьми, неподготовленной аудиторией и даже из официальных опросов различными фондами, в том числе и либеральными, видно, каковы реальные жизни, что люди думают и чем обеспокоены. Несколько цифр, ничего, как говорится, личного и никакой политики. По опросам Левада-центр, 70% обеспокоены ростом цен, 50% обнищением, 42% ростом безработицы. Более 53% заявили, что по их личному опыту положение дел в экономике ухудшается. 45% отмечают, что за 2016 год заметно упали их доходы. Эксперты даже из высшей школы экономики отмечают, что спад производства продолжается в 62 регионах из 85. По данным Росстата, за 2014-2015 года из народного хозяйства исчезло 1 млн 473 тысячи рабочих мест, в том числе в обрабатывающей промышленности закрыто более 383 тысяч. Занятость в так называемом корпоративном секторе последовательно сокращалась в 2000-х годах и за 15 лет уменьшилась на 7,5 млн человек. Работников Российской Федерации, которые трудятся в режиме неполного рабочего дня или находятся в простое, на конец года было свыше 2 млн человек, больше всего зафиксировано в обрабатывающей промышленности. Более 50% наемных работников гуляют вокруг черты бедности по критерию прожиточного минимума 10 722 рубля. По данным Росстата, невидимых так называемых работников более 23% от занятых в экономике. Доля серых зарплат в 2014 году составила 27,4% трудовых доходов населения или 10,2 трлн рублей. Не думаю, что на сегодня ситуация улучшилась. Люди уходят в так называемую гаражную экономику, неформальную занятость, уходят не потому, что им так хочется, а чтобы просто была возможность прокормить семью сегодня, надеясь только на себя и не думая о будущем. И остановить рост количества неформальных рабочих мест возможно только путем создания формальных, с нормальными условиями труда и достойной зарплаты, чтобы работник мог зарабатывать и обеспечивать себя и семью, а не бегать, чтобы прокормиться по различным акциям распродаж. А то у нас таких акционеров уже более половины населения. С одной стороны, у нас более 21 миллиона человек имеют доходы меньше прожиточного минимума, и это число не уменьшается. А с другой, за 2016 год богатство российских участников списка Forbes за прошлый год увеличилось на 100 миллиардов долларов. И посмотрите, каков их бизнес. Это не газ, металл, удобрение, уголь. В связи с этим нельзя пройти мимо принятого недавно так называемого закона «Бизнесмены под санкциями». Касаться десятков человек. Эти господа, как видим, и до этого неплохо жили, а сейчас то ли еще будет. В народе уже анекдот гуляет. Уважаемый ГАЗДЭП или неуважаемый, не в этом суть. Введите, пожалуйста, санкции против всех россиян индивидуально. Мы ведь тоже хотим получить льготы от уплаты налогов, хотя и здесь, по большому счету, наверное, облом получится, ведь все не могут быть избранными. А формулировка, которая звучала при принятии данного законопроекта, была очень правильная. Обязанность парламента создать необходимые законодательные инструменты, чтобы государство могло выполнять функцию защиты. Могу ли я наивно полагать, что теперь мы все вместе будем использовать этот термин при обсуждении и в таком же срочном и ускоренном режиме принятии законопроектов? Например, о достижении мрот до уровня прожиточного минимума. Это касается более 5 миллионов человек. О пересмотре структуры потребительской корзины, исходя из которой можно жить и не выживать, и не одиночке всей семье. О введении прогрессивного подоходного налога. Введение даже в крайне умеренном режиме прогрессивной шкалы может привести в казну не менее 500 миллиардов рублей. И давайте не будем рассуждать, что это популизм, что доходы уйдут в тень, собираемость упадет. Не подрывайте в очередной раз доверие государству и его институтам. Она и так, к сожалению, невысокая. Касаясь темы прожиточного минимума и минимального размера оплат труда, нельзя не отметить и некую, так сказать, странность. По становлению правительства два квартала подряд, третий и четвертый, в шестнадцатом году происходит снижение прожиточного минимума. В то время как все вопросы и наши встречи с людьми говорят об обратном. Не о снижении цен, а о их росте. Некоторые цифры я уже приводил в начале. Может, просто правительство открыло второй фронт по достижению мрот уровня ПМ. Снижаем прожиточный минимум, чуть-чуть припомоляем мрот, смотришь быстрее, цифры сойдутся. А какие это отношения имеют к реальной жизни, неважно. Да и вторую задачу этим решением решаем. Снижаем прожиточный минимум, статистически уменьшаем количество бедных, а значит и выплаты пособий для малоимущих. Только этим мы вопросы бедности не решим. Бедность и неравенство – это две проблемы, и поодиночке их не решить. Необходимо разработать реальный социально-экономический стандарт жизни человека. Ведь нормальная жизнь – это не только питание, но и благополучие семьи во всей сфере. И начать хотя бы с внедрения потребительского бюджета. Согласно вопросу в ЦИОМ, 90% заявляют, что страна является великой, которая гарантирует каждому гражданину доход не ниже реального прожиточного минимума. Это к тому, как быстро надо это реализовывать. И только 11% назвали великой страну, которая влияет на глобальные процессы мира. Это к тому, как срочно надо заниматься внутренними проблемами и их решением. Почему же такая неприглядная практика складывается? Может, мало работа, но по последним данным Организации экономического сотрудничества и развития, Россия входит в шестерку самых работающих государств мира, больше, чем немцы, британцы, американцы и так далее. Думаю, ответ лежит на поверхности. При такой финансово-кредитной, экономической, социальной политике нам никогда не вылезти из этих кризисов. Центральный банк, Министерство финансов, экономические ведомства действуют разрозненно. Каждый пытается выполнить свои узковедомственные показатели. Только госинвестиции, потребительский спрос, осознанное участие человека во всех процессах обеспечивает рост экономики. Тогда начнется модернизация, придут и частные инвестиции, на которые мы уповаем. На сегодня человек практически полностью выключен из процессов влияния на судьбу страны и ее будущее. Люди живут отдельно, частной жизнью, решают свои бытовые проблемы. Государства, институты, политика существуют отдельно. Это до поры до времени. По опросам, 87% граждан считают, что не могут влиять на принятие государственных решений в стране. 81% не видят возможности путем голосования улучшить что-то. Доля респондентов считает, что они никак не могут защитить свои права законными методами. Выросло. В 2015 году было 17%, в 2016 уже 27%. Все видим. А потом философством. Почему революции происходят. То февральская, то октябрьская. Не от того, что кого-то подкупили, а от безысходности. От того, что не было своевременной реакции на острые запросы общества. От отсутствия какой-либо социальной справедливости. От того, насколько отвечала проводимая политика абсолютному большинству населения. Что могло бы всех примирить? Развитие. Возможно ли оно, когда в 2016 году банки увеличили прибыль в 5 раз, а инвестиционное аккредитование снизилось на 0,9%? Что означает? Деньги есть, и что банки живут не за счет роста реального сектора экономики, а значит абсолютно не заинтересованы в развитии страны. Финансовый капитал должен обслуживать производственной, а не наоборот, как сейчас. Бумажку, какого бы она номинала ни была, есть не будешь, и независимость страны на нее не купишь. Ничего, как говорится, личного и никакой политики. Обидно. Страна живет, блин, не по возможностям. И так как времени немножко осталось, позвольте мне тоже фразу, которая гуляет в народе. Что ж ты такой пессимист? Да с улицы пришел. Выходите почаще на улицу, господа. Спасибо.